здравствуйте друзья сегодня мы приготовим карамель на сметане вот ингредиенты которые нам понадобятся их всего четыре это 150 грамм сахара 50 миллилитров холодной воды 100 грамм сметаны у меня сметана магазинная 15 процентов жирности и сливочное масло 50 грамм список ингредиентов вы также найдете в описании под видео и так сотейник с толстым дном я высыпаю сахар и добавляем воду отправляем сотейник на огонь огонь ниже среднего еще раз напоминаю что огонь ниже среднего и вот не перемешивая довожу до кипения вот уже полностью весь сахар растворился я вижу что по всей поверхности пузырьки карамель начинает хорошо кипеть здесь главное никуда не отходить здесь главное стоять и наблюдать потому что вот закон подлости только отошел куда-то и все сгорело как говорится шеф все пропало так что чтобы ничего не пропало стоим и наблюдаем вот уже видно что карамель начинает приобретать такой красивый янтарный цвет но он еще вот такой легкий я немножко хочу поуваривать дольше чтобы и цвет и вкус были более насыщенные кстати аромат безумные сейчас вот такой насыщен карамели вот буквально еще несколько секунд но все даю карамели немного остыть и тем временем подогрею сметану в микроволновке и теперь небольшими порциями немножко остывший карамель я ввожу сметану и хорошо все перемешиваю масса начинает бурлить это нормально карамель светлее чем на видео у меня немного плохое освещение так что вот карамель в живую на несколько тонов светлее так следом отправляем масло и снова все хорошо перемешиваем и смотрите вот еще какая фишечка если хотите то на этом этапе можно добавить соль и у вас получится соленая карамель если не хотите можно не добавлять я вот добавляю и довольно большую щепотку ну примерно 1 грамм и снова все хорошо перемешиваю дальше надо будет карамель процедить чтобы не было никаких там кусочков сахара чтобы она была максимально однородно процеживаем через обыкновенное мелкое сыто все процеживаю карамель я в стеклянную баночку сначала дать надо остыть при комнатной температуре потом сохраняем в холодильнике в закрытом виде до двух недель но я так долго сохранять не буду потому что я карамель делаю для торта торт я буду делать сникерс кстати рецепт на этот торт у меня есть на канале и ссылку вы найдете в описании у меня на канале есть несколько рецептов приготовления карамели и их тоже я оставлю в описании вот такая баночка карамели у меня получилось здесь 250 миллилитров сейчас вам покажу она немножко жидкая но когда карамель остынет полностью да это она будет намного гуще надеюсь вам это видео понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте свои комментарии всем спасибо за внимание и до встречи